Девушки отдыхают 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 Сидим. Разбирам. А блок питания и кабель это... Мы оставим на следующий цветной принтер. Да, папа? Да? Так, пока Марк спит, мы займемся сейчас завершением нашего химического опыта. Сейчас сглажу. Только когда я обычно говорю, пока Марк спит, и Марк сразу начинает просыпаться. Ну и ложку пищевой соды. Да? А это что? А я же, наверное, саканчики захватил. Ну и ладно. Это что, сода? Да. А это же красит, лену, высыпается. Ой-ой-ой. Подожди, не трогай руками. Не трогай. Не трогай. Сейчас принесу. Мокрую салфетку принеси. И руки помыть. Мокрую салфетку. Вот туда садись. Не до конца он засох. Но дальше ждать уже некуда. Мама, это я сломала. Да. Роняем мы его постоянно Рита и я тоже. Здесь вот он... Ну не буду вам показывать, что там внутри, иначе фокус-фокус не получится. Рита у нас сегодня с такой красивой, причесованной. Да? Алла. А? Да. Так, что нужно сделать? Ровно чайную ложку соды. Насыпьте в кратер... Чшшшшш... Примерно соды. Заполняю при этом лишь треть кратера. Треть? Так. Значит, насыпали сюда в кратер соду. Примерно почти весь пакетик. Но у нас конус небольшой, поэтому получилось даже почти половина. И краситель. Сейчас я вот это вот дело перемешаю. Ой, сейчас... Мам, мам, надо уксуса добавить. Всё, осталось вылить только уксус. И сейчас вот что-то должно произойти. Реакция химическая. А, да, да, да. Да. Так, слишком остремительная реакция какая-то произошла. Ах, запах уксуса. Блин, что произошло? Да не надо туда сувать палочку. Мама, там ещё осталось. Налей ещё. Мне кажется, нет за нём. Нет, не штава. Внутри уже погасилось. Вот быстрый, стримительный опыт, который... Гонечка, аккуратно, смотри, аккуратно, Даня. Только белая сода. Теперь белая лава. Надо было красителя добавить. А хотите узнать, как это происходит с вулкан? Это когда смешивается сода с этим суксусом, это происходит реакция. И тогда вырабатывается углекислый газ. Из-за давления выползает лава. А краситель придаёт свет. Если без красителя, будет белая лава. А если без копий, то никакой реакции. Всё? Да. Смотри, сейчас поставим колёсико, смотри. Смотри, смотри, смотри. Ты не сюда смотри. Ты сюда смотри. Смотри. Смотри, смотри. Смотри. Смотри, смотри. Смотри. Тю-у-у. Прыг, давай ещё раз делаем. Прыг, прыг. Смотри. Тю-у-у. Ещё раз давай. Ложи. Ложи сюда. Ложи сюда. Ложи в грузовик. Давай, игрой. Пока папа чинит кран. Давно еще дедушка подарил кран. Ну, тут кран и вот две машинки. Давай человечка подкинем. Пчух. Упа. Давай колесо. Давай колесо. Ложи сюда колесо. Ложи колесо. Нет? Давай еще тогда его. Сейчас он полетит. Смотри. Катапульта. Мама. Ой, смотри. Тюх. Полкин запчет. Смотри. Запуск. Ух. Интересно фонарик. Ну все, фонарик это все. Фонарик это все. Рита загрустнявилась, да? Печалька у нее прям. Решили вы книжку почитать. Потому что мы решили почитать пока книжку. Да? Как называется? Лесные звезды. Сказочки. Да? Помнишь мы читали? Как искал ежик звезды. Поглину. О, что листья. Листья? Да. Давай почитаем. Так, ну уже вечер. Но еще не стемнело. Но свет пришелся уже включить. И пока дети заняты своими делами, папа своими. Я решила быстренько на завтрак приготовить завтра 23 февраля. И хочу сделать себе на листнике с творогом. Ну, что-то получится типа а-ля туртик легкий творожный. Вот, в общем, начинка у меня будет до творога. Здесь 200-200-400 грамм творога. Можно меньше. Я просто в этот раз хочу начинку побольше. Чтобы было. Так. И хочу я с маком. Тут у меня где-то грамм 80 мака. Можно меньше, можно без мака, можно с изюмом, девочки, можно. Ягоды можно. Вот. Также сахар. И немножко крахмала. Столовая ложка примерно нужна. И ванилин. Крахмала я добавляю, потому что обычно я бы добавила яичко, но у меня чего-то как-то нет. Ни одного яйца не осталось, съели. И поэтому чем-то надо связать начинку. Я добавлю крахмал. Ну, и ванилин чуть-чуть. В общем, сделаю начинку. Главное, чтобы она была достаточно сладкая. Вот. И еще. Ага, ага. Ну, естественно, нам нужны блины, в которые будем все заворачивать. В форму будем складывать. И заливать все вот это вот йогуртом. Вот таким. Можно сметаной. Можно простым йогуртом. Будет тоже вкусно все. Это все будем запекать. Вот, в общем, начинка готова. Сейчас я буду на блинчик намазывать на каждый, сворачивать рулетиком и складывать просто сюда. В ряд, потом еще раз в ряд. Ничего сложного. И, ну, один ряд сложу, залью йогуртом. Потом еще один ряд залью йогуртом. И в духовочку на медленный, на средний огонь. На немножко, минут на 20, на 15. Просто, чтобы вот оно начало, схватилось, запеклось. Вот. И потом покажу, что получилось. Вот, в общем, уже конечный результат, что получилось. Я пол-литра йогурта вылила туда. Вот. И на самом деле, когда это все будет запекаться, йогурт зацвиротеет, он станет такой, я не знаю, как очень пустая домашняя сметана. И все это делаем. Потом еще в холодильник поставим. Нет, как блинчики с начинкой в креме, таком йогуртом будет вкусно. Вот. И будем его есть завтра холодным, потому что холодный нам как-то больше нравится. Все застывает. Все, в общем, прекрасно становится. Для Маркуши я уже приготовила вот такой вот рыбный супчик. Здесь из головы, это вот, из головы сомки делала. И вот мяско, в общем, из головы. И картошечка, морковка, все. Тут соль немножко. И тут ничего лишнего здесь нет. Только картофель, морковь довольно много. Потому что, все-таки, дети маленько полезно дают такое духовное пюре. Тут отварная морковь, отварная картошка и рыбный бульончик и немножко рецепт. Вот, в общем, что получилось. Видите, вот этот вот йогурт, он как бы запекся. Стал таким упругим-упругим. В основном, в общем, и это как-то сжался. Вот. И он все в холодильнике сейчас остынет. Все это в холодильнике постоит. Вот. И что? И завтра мы его будем кушать в качестве десерта. Вот. Все там такое прям ням-ням. Надо держаться до завтра. Всем пока. Пока. Субтитры небольшой. Продолжение следует...